здравствуйте дорогие друзья всем доброе утро нового дня благословенного вам потому что вы сегодня уже рождены на этой земле проснулись и у вас есть смысл для конкретных дел нового дня и это благословение это дар божий это подарок с небес который мы может быть привыкли получать каждое утро и думаем что так будет всегда на самом деле не всегда так будет и пусть для нас каждый день будет подарком осознанным который мы можем принять и быть благодарными богу за то что мы можем сегодня наполнять тем содержанием каждый день который для которого мы рождены и поэтому задавать богу вопросы а для чего я рожден какие у тебя есть на меня планы помоги мне сегодня не пропустить возможности этого дня и быть готовыми к тому что ты хочешь сделать сегодня для нас через нас и через тех людей кто рядом с нами я желаю друзья что подобные вопросы мы задавали каждое утро и поэтому будем открыты для божьего движения духа для его славы для его возможности для его путей которые он творит для населения через нас прочитываем дальше тот текст который связан с божьим диалогом с давидом через нафана и теперь скажи рабу моему давиду так говорит господь саваоф я взял тебя от стада овец чтобы ты был вождем народа моего израиля очень интересно что господь старт и финиш соединяет в одном предложении с одной стороны я знал тебя тогда когда ты пас овец ты тоже можешь сказать сегодня перед богом я благодарю тебя за то что ты знал меня тогда когда меня никто не видел когда я может быть занимался самыми незначимыми делами либо может быть тем теми делами которыми не хотели заниматься другие люди а я это делал потому что ты меня туда послал мне тогда может быть казалось что я всеми забыт заброшен и вообще никому не важно то что я особенно делаю или может быть мало кто оценивает то что я И, может быть, у каждого из нас были такие минуты, такие даже периоды жизни, когда мы так могли себя чувствовать. Но Господь говорит, я был с тобой тогда, и я буду с тобой сейчас, когда ты стал вождем Израиля. Это точно так же, я тот же Бог. Я тебя там хранил от медведя, от льва, я там тебя хранил от диких зверей, и здесь я тебя буду защищать, потому что Бог твой не изменился. Для меня это очень ценная мысль, которую Бог говорит Давиду и значит нам сегодня. Я с тобой был раньше, буду сейчас и буду дальше. Поэтому ты не думай, что ты одиноко двигаешься по жизни. Даже если ты себя таким ощущал, все равно я всегда был с тобой. Для меня это очень важные мысли для запоминания и фокусировки. Потому что события могут быть разные, ощущения могут быть разные, но мы говорим, что вера – это не ощущение. Вера – это не просто то, что я знаю. Вера – это не просто то, что мне кто-то когда-то сказал. А вера – это состояние нашего духа. Это состояние нашего сердца после того, когда полноценно принимаем Божью пищу каждый день. Потому что пища, она имеет в виду нас преображать. Когда мы читаем такое слово в псалме – вкусите и увидите, как благ Господь. Поэтому он предлагает нам есть от его стола, чтобы видеть его благо, глаза просветляются от пищи. Поэтому сегодня мы принимаем мед, молоко, хлеб, елей. Пусть все, что Бог предназначил для нас, будет сегодня нас не просто питать, а формировать в нас его желания, его вопросы, его молитвы и ходатайства, на которые обязательно придет Божий ответ. Я желаю, друзья, чтобы никто из нас не задержался на пути, не затормозил, не остановился, не повернул назад, не сошел на обочину. Тогда, когда Господь идет вперед, значит, надо за Ним поторапливаться, успевать в Его темпе идти по собственной жизни. Потому что жизнь, она имеет тенденцию заканчиваться. И таким образом Господь здесь указывает, как я был с тобой тогда, когда ты был еще маленьким мальчиком, либо подростком. Я остался с тобой, Давид, когда ты уже принял царство в полноте. Не только одного или двух колен, а полностью царство. Я сделала тебя князем Израиля, потому что я тот же Бог, и я верен. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты на самом деле верный. Я благодарю Тебя, что мы можем сегодня Тебя просить о том, чтобы наши судьбы и наши жизни были особым образом запечатаны в Твоем присутствии, Твоей властью, в Твоем тронном зале. Я благодарю Тебя, что распечатывая Твои задачи на этой земле, мы сможем прийти к Тебе не с пустыми руками, а принести Тебе плод от того, что Ты был с нами в течение разных этапов, разных периодов и разных сезонов жизни. Я благодарю Тебя, потому что жизнь с Тобой – это жизнь в победе. Жизнь с Тобой – это жизнь в результате. Жизнь с Тобой – это жизнь, которая влияет на обстоятельства и меняет их. Я благодарна Тебе за каждого человека, кого Ты поставил на пути, чтобы эти преображения произошли и вокруг нас. Слава Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин